Всем привет! Хочу рассказать вам, сколько мы заплатили в роддоме номер 7 города Киева. Это перинатальный центр. В первую очередь, конечно же, мы заплатили благотворительный взнос, которого можно избежать, если захотеть, и иметь время и силы на то, чтобы ругаться с персоналом роддома при подписании обменной карты. В общем, я как бы хотела это делать, но Ира меня отговорила, чтобы не портить себе нервы и пребывание дальнейшее. Мы заплатили 3500, это для иногородних, а мы живем в Ирпене, это как бы другой город. 3000 стоит в подписании обменки для киевлян. Это не так много. Например, в железнодорожном роддоме эта сумма составляет 7000 с чем-то. Правда, там можно заплатить уже после рода в эту сумму. То есть мы заплатили за обменку, и дальше мы поступили в родовое отделение. Там никто, вообще никто не намекал на деньги. Я там пролежала 6 дней, все было замечательно. То есть персонал, конечно, был разный. Кто-то был более внимательным и профессионально исполнял свои обязанности. Другие были более безразличными. Но никто не намекал на деньги. И деньги мы не давали никому вообще. В родовом отделении, то есть на родах, мы дали деньги анестезиологу. Это была сумма 100 долларов. И анестезиолог сама попросила эту сумму. Ну, то есть я не знаю, платная анестезия у нас в стране или бесплатная. Я как-то не задавалась этим вопросом. Мне кажется, что она бесплатная, но за анестезию платят все. Я так думаю. Но вообще, как бы, она должна быть бесплатной. Вот, дали мы 100 долларов. Дальше мы дали просто подарок. 50 долларов нашему врачу, ординатору. Врач Ники, я вам о ней говорила в предыдущем видео. Это была просто благодарность по собственному желанию. То есть никто от нас не ждал деньги и не просил, не требовал, не намекал даже на них. Вот, 500 гривен мы дали акушерке. Прям там, вроде бы, как бы, ну, Ира это все делала. Я не помню, но я помню, что вроде бы она дала именно вот там, в родовом отделении, в родзале. 500 гривен акушерке, это тоже была, как бы, помощь просто от души, благодарность от души. И никто не намекал, не просил вообще ни единого намека, ни разу мы не заметили. То есть на денежное вознаграждение. Дальше, в послеродовом отделении у нас была одна замечательная врач, взрослый врач. Я, к сожалению, не знаю имя, фамилии, потому что как-то не было там бейджика у нее. Вот, и мы дали ей 20 долларов, тоже просто, она не хотела даже их брать. Ну, то есть это было просто, как бы, за то внимание, которое она оказала мне. Вот, она очень беспокоила, что там у меня что-то не так, у меня там температура. В общем, это было очень, ну, просто я хотела даже ее отблагодарить. И мы могли бы дать больше, но это как было просто символически, вот, просто благодарность. Вот, мы, еще мы хотели дать детскому врачу, там их, конечно, несколько, но одна вот заходила, там очень тоже хорошая женщина, такая приятная. И мы хотели ей дать какую-то небольшую сумму, ну, там тоже предела 20 долларов. Но, вы знаете, мы просто не успели. Она вот заходила там с кем-то, и, например, ребенок был на руках, и не было возможности встать. Потом она как-то быстро ушла, и мы не успели ее догнать, не успели ее найти. В общем, мы не дали ей ничего. Вот, после родовом отделении тоже никто не намекал на деньги. Мы никому ничего не платили, вот, именно на намеки. Мы дали только тем, кому считали нужным дать. И, возможно, если бы, ну, нам хотелось, мы бы дали еще большему количеству персонала. Ну, например, я хотела очень поблагодарить раздачицу еды, потому что, ну, там их две было, и вот я бы обеих поблагодарила, ну, то есть как-то что-то дала. Но не было тоже такой возможности, мы уже, я уже потом об этом подумала. И, наверное, если мы вернемся в этот роддом за еще одним ребенком, то и эти люди будут там работать, мы обязательно что-то им дадим. Потому что мне кажется, что раздачуцам еды никто ничего не дает, никто никак не благодарит, а они тоже молодцы. И, ну, честно, еда мне там очень понравилась. Ну, об этом я расскажу в другом видео о еде. Вот единственное, вот единственный был плохой момент, вот, который касается там денег, это, ну, наверное, все знают, и я об этом читала, это человек, который выносит ребенка, вернее, хочет его вынести на выписку. Это женщина, и которая потом проводит вас там в фотоцентр. И вот нам детский врач сказала, что фотоцентр не имеет к роддому никакого отношения. Это просто левые люди, которые просто заняли вот место прям помещения в роддоме. И получается, что эта женщина, которая выносит ребенка, мне кажется, она тоже с этим, она или же персонал роддома, или же персонал этого фотоцентра. Я так и не поняла. Ну, в общем, мы, она к нам заходила, мы еще не были до конца собраны. Она сказала, ну, вы же, как соберетесь, вы меня позовите, я вам помогу. Вот, и мы, наверное, хотели сбежать, ну, мне было все равно, мы хотели сбежать ее. И мы взяли, собрались быстренько, взяли ребенка. Нас никто не встречал, потому что мама моя была рядом с нами, больше с Ириной стороны никого не было. Никто не приезжал, то есть нам не нужно было там, чтобы торжественно вынесли ребенка. Мы взяли переноску, у нас была специально, мы купили ее. Взяли переноску, вынесли ребенка и, в принципе, ушли. Ну, на первом этаже, в коридоре, вот там, в холле, нас встретила же эта женщина, начала ругаться, что же вы меня не дождались. Вот, а давайте пойдем, я вам сейчас покажу, у нас там этот фотоцентр. Мне обязательно нужно дать вам информацию, мы всем ее даем. В общем, она заставила, просто заставила. А я не могла отойти, я стою в переноске, Ира там что-то делает, я не помню, или в туалет она пошла. И я говорю маме своей, я говорю, ну, подойди. Или я Ире сказала, я не помню. Ну, в общем, я не подходила. Кто-то из них подошел, пошел, получил эту информацию, ну, бредовую, конечно же. Там, фотки какие-то там делать. На самом деле, я вам скажу, что мне говорила соседка по палате, что у какой-то там девочки знакомой, они сделали фото, а эти фото они делают прямо сейчас. И нужно было там вернуться через какое-то время, через сколько-то там дней за этими фотками, или, ну, чтобы они сбросили их на диск, или распечатывают, я не поняла. Вот, ехать. А мы, например, живем в Ирпене, зачем нам эти фото, если мы можем сами распечатать себе, ну, пофоткаться, там, красиво заказать фотограф. В общем, мы взяли ребенка и уехали. Вот, и я жалела, что мы как бы не дали денег вот персоналу там на кухне и детскому врачу. В принципе, это все на эту тему. И я скажу вам, что вот эти мифы, которые, ну, для меня это мифы, которые там люди пишут, что в этом роддоме везде просто деньги намекают на деньги, прямо от низшего персонала до высшего. На самом деле, это не так. То есть, я была там 12 дней, это немало совсем. И я не заметила никакого намека. Ну, ни одного намека не было. Прямым текстом так никто не просил никогда. Вот, а люди пишут, что там прямым текстом с них вымогают, там, и 50 ривен, и, ну, санитарки там вымогают. Ну, не было такого. В общем, не верьте всему, что пишут. Все, всем пока. На этом все.